мы сейчас входим осталось нам только в ютюбе значит у нас урок идет в телеграме кто не знает в телеграме в ютюбе и фейсбуке значит вы можете подключаться в любом удобном вам канале и потом запись урока сразу после урока появляется в телеграме обратите внимание сразу же моментально в телеграме у вас и запись аудиозапись и видеозапись если вам встретились какие-то интересные мысли которые вас заинтересовали и вы хотели бы чтобы эти мысли давали вам пользу не только во время урока до когда они вас заинтересовали но и в дальнейшем то очень классно их записать написать комментариях поделиться поделиться с тем-то уроком обсудить его потому что смысл обучения это построение нового внутреннего мира то есть когда мы учимся чему-то мы строим новые нейронные связи которые и являются тем миром в котором потом человек живет человек не живет в реальности как он думает да человек живет в отражении каких-то сигналов из внешнего мира во внутреннем мире и все что происходит дальше это то что человек создается в внутреннем мире в своих нейронных сетях и поэтому для того чтобы улучшать свою жизнь свое здоровье свое психическое здоровье свои эмоции нужно выстраивать себе новые нейронные сети которые как раз будут вам это обеспечивать как фильтры такие да понятно хорошо значит мы изучаем сегодня сегодня у нас началась новая неделя сегодня 7 адара 17 марта и 7 адара сегодня день рождения моисея машера бену машера бену он родился 7 адара и умер 7 ушел из этого мира 7 адара кстати интересно что его мадилы никто не знает где его мадила где он похоронен специально чтобы не было место поклонения он был просто проводник божественного знания пророк который получив через которого всевышний говорил и машера бену он главной его была суть он вообще не искажал вообще у него не было никакого искажения того что он получал от всевышнего поэтому мы называем его маша это моисей греки не выговаривали букву шин а не ше и хе не выговаривали вообще то есть такие были греки им говорят здрасте они спрашивают это какой город им говорят иерусалим 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 а эти говорят ладно шалом они солом и вот так вот они сказали все а как зовут вашего главного говорят машера бену массе и вот они вот так вот все имена поисковерка лишь они не греки не знали хорошо значит мы изучаем книгу мы изучаем книгу которая называется быть в радости жить в радости быть радости и значит потому что в месяце дар в котором мы сейчас находимся есть заповедь увеличивать радости каждый день нужно останется все более радостным чем вчера вот мы изучаем как это сделать потому что опять же даже здесь важна наука важна наука хорошо и значит мы уже прошли а мы уже прошли 88 барьеров которые лишают человека радости 8 представляете давайте я напомню вам значит все 8 барьеров первый барьер который лишает человека радости это внутренняя рептилия внутреннее животное да у каждого из нас есть три мозга рептилия млекопитающего и неокортек человека и два вот этих вот млекопитающая и рептилия они настроены на спасение только на спасение жизни у них главная программа это выживание и они все время ищут опасность поэтому у человека есть склонность негативу то есть если человек вот просто он расслабляется то у него сразу идет склонность негативу поэтому нужно быть все время занятым учиться достигать цели это первый барьер который лишает радости второй барьер который лишает радости это сравнение когда ты начинаешь сравнивать свою траву соседской то у соседа всегда зеленее в инстаграме всем живется лучше и всем живется интереснее в фейсбуке тоже поэтому просмотры соцсетей он как бы оставляет человека обычно в состоянии пониженной радости третья это третья это нарушение планов значит человек он не контролирует внешний мир и других людей с этим надо смириться поэтому когда человек думает что ему планы они не будут нарушаться это глубочайшее заблуждение и относиться к этому без ну как бы с потеря радости это глупо есть у нас вчера как раз было очень интересная у меня такой эпизод личный жизненный после шаббата мы на шаббате были у наших очень близких друзей учителей раввинов есть такая семья лернер семья лернер ханов и хана лернер они у них уже дома он был первым уровень и ишиве с я у него учился один из первых и мы с тех пор очень сильно дружим и мой сын у них жил старше когда-то когда мы жили в тиве он жил в израиле у них очень они нам как родители можно так сказать и мы на шаббат иногда к ним приезжаем они живут пять километров от нас и мы на шаббат приезжаем туда на машине а обратно идем домой пешком а потом после шаббата я бегу значит бегу я туда и забираю машину едва обратно и вот я вчера бегу вечером значит туда бегу с наушниками слушаю какую-то аудиокнигу и ночь уже где-то часов 9 вечера и там такое место темная дорога все и я значит за что-то как цепляюсь и вот так вот падаю плашмя вообще прямо об асфальт все значит упал я ну ладно думаю встаю вроде благодарности не зря прошли я значит спасибо всевышнему что я упал спасибо что ничего не сломал спасибо за все значит спасибо что ходить могу спасибо за то в общем как-то через спасибо вырулил из этой ситуации эмоционально потому что но неприятно падать на плашмя на дорогу значит и прибегаю я туда забираю машину и тут звонок сын один из сыновей лернеров он нас женой с маленьким ребенком с братом жены с двумя огромными чемоданами а он учится в ешиве ну то есть получает там не за 300 долларов 400 500 долларов в месяц стипендию максимум если они у них очень жена только родила живут они очень но очень материально очень стеснительно да и они как раз тоже были на шаббат и они он мне звонит что-то ну там что-то мама передала мне сказать надо было его мама а и он говорит а где вы а я как раз что такое называется это поддержка небес до божественное проведение я спрашиваю где а где ты сейчас я говорю я как раз сейчас проезжаю мимо этого перекрестка и они там стоят на этом перекрестке стоят и думают как ехать домой и я значит останавливаясь а надо погрузить машину два чемодана там коляска ребенок и а у меня но я же упал сюда эти у меня там тут кровь там кровь очень мне неудобно чуть больно было чемоданы они засовывают эти чемоданы чемодан раскрывается все падает у меня что поразило что они абсолютно не было ни одного напряжения не в голосе него они смеются улыбаются все падает это ребенок ночью то есть ситуация в которой обычный человек вот воспитание бывшего советского союза где вырос у меня боже все вы орали бы все вы ругались бы все бы возмущались бы друг на друга все полная вообще радость и спокойствие я думаю насколько все таки важно научиться принимать что внешний мир он не обязан делать то что ты хочешь люди события планы это у нас был третий барьер который забирает радость нарушение планов то есть на нарушение планов можно реагировать абсолютно по-разному если ты реагируешь на них негативом и отсутствием радости планы от этого не вернуться обратно в ситуацию ты можешь только ухудшить то что ну еще ухудшить дальше через свое эмоциональное состояние ухудшить продолжение четвертый барьер четвертый барьер это ощущение себя жертвой то что мы уже прошли это сейчас дело повторения мать учения 4 барьер это ощущение себя жертвой когда человек в своих глазах лишает себя права выбора в любой ситуации у нас есть право выбора реакции интерпретации и так далее то есть это и как только человек сам себя лишил права выбора сказал я жертва все-то и начинает говорить все из-за тебя то в этот момент он как бы лишает себя радости на то есть он становится таким слабым пятый барьер пятый барьер это откуда ты берешь информацию в очень важно осознать что все наши решения принципы правила убеждения все они взяты извне этот информационный поток который мы получаем он чаще негативные чем позитивной особенно из сме сме конкретно работают через негатив и четвертый барьер это четвертый барьер это я жертва ощущение себя жертва отсутствие выбора 4 барьер отсутствие выбора пятый барьер это источники информации если человек получает информацию из негативных источников, то есть открываешь СМИ, да, вот какие новости ты видишь в СМИ. Аварии, убийства, нападения, война и так далее. Это мизер, это 0,1% из того, что в мире происходит. Но если для человека, который воспринимает информацию, то если вы проанализируете, вот встречаешься со знакомыми, как дела? Он начинает рассказывать проблемы. У другого спрашиваешь, как дела? Открываешь телефон. Везде негатив. Это как раз пятый барьер к тому, чтобы быть радостным. Шестой барьер к тому, чтобы быть радостным, это суды, сжатие. Значит, когда у человека есть уже негативный шлейф, то, что называется негативная карма, он долгое время живет в негативе, он неблагодарный, он все время как-то с кем-то цепляется, ругается и так далее. У него на небе образуется негативный, то, что называется, шлейф суды. Это у нас в торе, это называется суды, сжатие. То есть, его как бы вот этот вот поток добра, который на него идет, он сжимается тем, что он сам делал разные не очень вещи. И, значит, получается, как это выражается? Это выражается в болезнях, в неприятностях на работе. Кто-то его давит, кто-то к нему плохо относится. Но это все последствия того, что он заложил в прошлые этапы своей жизни. Это называется шестой барьер сжатия суды. Конечно, тяжело быть радостным, если ты болеешь. Седьмой барьер. Седьмой барьер – это преждевременная старость. То есть, человек, он внутри где-то, да, вот этот вот внутренний ребенок, он, в принципе, все время радостный. Но из-за того, что нас с детства прессовали, что будь серьезней, будь серьезней, будь то, всего хватит смеяться, то человек теряет эту радость. Вот только остается Давид Михаэль на южной, с горного массива южных Альпов из Франции. Слава Богу. Слава Богу. Прекрасно. Южные Альпы. Не северные. Южные Альпы. На юге. И, значит, это был у нас седьмой барьер. Преждевременная старость. Восьмой барьер. Это привязанность мыслями как бы рассеивания своего внимания на других людей. Попытки контролировать других людей. Размышления о том, что другие люди сказали, сделали, как они ко мне относятся. Все это тоже забирает у человека радость. От себя. Это восьмой был барьер. И сегодня девятый у нас барьер. Мы изучаем девятый барьер к радости. Книгу Мишле купить. Зайдите в телеграмм. Вайкра. Там есть ссылочка купить. Зайдите на страничку. Оставьте заявочку. И посмотрите, в каких магазинах есть. Может быть, вам и не надо ждать заявку. Может, где-то рядом с вами есть магазин. Там внутри есть на... Я отвечаю на вопрос в ютюбе, где купить книгу Мишлей. И там же, на этой же странице, вы сразу можете начать изучать Мишлей. Там есть бесплатный бот. Телеграм-бот, где есть вся книга в электронном виде, где прямо можно по главам смотреть, по отрывкам, смотреть комментарии. Очень удобно. Все через телеграмм. Вайкра. Итак, девятый барьер называется... Девятый барьер называется перфекционизм. Девятый барьер забирает у людей радость очень сильно. Значит, вот, например, человеку в детстве мама или папа или преподаватели объяснили, что он должен быть сто процентов. Что он... Вот один процент ниже, чем сто, это уже, значит, плохо. Есть у меня один приятель, перфекционист и педант. Это страшно. Вообще, как мне вообще его жалко. Потому что он все время в напряжении. У него никогда не получается на сто процентов выполнить по своим стандартам. Люди, так как он педант, все время нарушают его порядок, его планы. Он сейчас женат уже четвертый раз. и сейчас он уже пытается исправить этот свой педантизм и перфекционизм. и... Но все равно он в напряжении. Значит, перфекционизм, он хорош. Я, например, на работу я брал бы только перфекционистов, да, и ответственных, гиперответственных людей, педантов. Это шикарно для людей окружающих, которые пользуются плодами труда вот этих вот людей. Но мы сейчас говорим же о радости, мы не говорим о результатах в жизни. Возможно, перфекционист получает лучшие результаты. Возможно, педант, он прекрасный человек, и на него можно положиться, и все. Но ему-то самому мы сейчас говорим только о аспекте внутренней радости. Чем больше человек перфекционист, чем больше он загнал свою планку, что все должно быть 100% и не на процент меньше, тем чаще он будет разочарован. Потому что в этом мире совершенство истоков Всевышнего. Еще раз повторю, те люди, которые нас воспитывали, им было удобно и выгодно, чтобы человек был перфекционистом. Потому что действительно перфекционизм, эпидантизм, он обеспечивает для человека большие результаты. Но сам человек не получает радости от этих результатов. От этого радуются только окружающие люди. А сам человек, он все время, он создает в себе огромное количество забот, сверхнапряжений. Почему? Потому что он когда-то поверил, что все должно быть перфект, прекрасно. В Торе, например, когда есть сборник законов, Шулхан Ру, как надо действовать. Там есть, у каждой заповеди есть три вида ее выполнения. Есть первый вид выполнения заповеди, который называется лихадхила, изначально. То есть, это то, как надо ее сделать. Значит, и говорится, ну, например, как надо, давайте я вам приведу пример какой-то заповеди, изначально надо помолиться, лихадхила, надо помолиться в первых три часа, от восхода солнца. Первые три часа от восхода солнца, это время чтения Шма-Исраэль молитвы, да, то есть, изначально нужно успеть в эти три часа. Это как надо, но это не сто процентов. А сто процентов есть перфект, да, то, что называется прекрасно, это называется идур-митцва, это великолепно. Есть возможность выполнить эту заповедь великолепно. У тебя есть такая возможность, то есть, у тебя есть, причем детей запрещено обучать выполнять заповеди великолепно. Почему? Чтобы оставить им пространство для личного роста. Потому что, если ты его с детства приучил выполнять великолепно, то как он будет потом, где его личное участие, где его решение, где его рост? Ты должен его научить выполнять заповеди изначально. Есть третий уровень выполнения заповеди, называется бедеевит. Бедеевит это но если уже ты сделал так, тоже считается. это тоже выполнил заповедь. Значит, например, с чтением Шма, если ты прочитал до полудня, например, то бедеевит, но я сейчас тут не буду точно уточнять, вот у меня сейчас сомнения, где вот эти три границы, но эти три границы есть. То есть изначально ты должен, можно выполнить вот так. Великолепно будет, если ты выполнишь вот так, но детей ты не имеешь права обучать великолепно, это зазор, который человеку остается, чтобы у него было, ну, куда расти. И, значит, но если ты сделал вот так, ты уже выполнил, отлично. Теперь, если мы переложим это на жизнь, перфекционист, он все время он себе поставил планку, что если я не выполнил великолепно, то это вообще не выполнил. И это неправильно, это сверхнапряжение, не надо так. Понятно, да, идея? Значит, теперь у каждого есть размышления, как он относится, и еще раз, есть люди, которые всю свою жизнь привыкли думать, так, как их научили. Только нужно быть честным с собой, что отношение ко многим вещам, это не наше отношение, мы все время принимаем от кого-то, от кого-то мы принимаем некие правила. Теперь, для того, чтобы быть счастливым и радостным, нужно быть flexible, нужно быть flexible, антихрупким, не быть, не быть прям вот только так, да, только так, и не иначе. Потому что, только так или иначе не получается. Жизнь, к сожалению, к счастью, по факту, да, назовем это так, к сожалению или к счастью, это как полуполный стакан или полупустой стакан. По факту, мы в этом мире очень мало решаем. Вот я вчера пошел бегать, упал, и, слава богу, ничего не сломал, да, не разбился, но даже такая простая вещь, просто бежать, добежать, человек уже не может даже это проконтролировать. Что говорить вообще о жизни, о мире? Нужно это понять и осознать, что единственное место, в котором у нас есть стопроцентный выбор и в котором мы вот стопроцентно решает человек сам за себя, это внутри себя, свои интерпретации, свои мысли, свои правила, свои принципы. Вот это вот тут свобода выбора. Что дальше будет, можно только полагаться на Всевышнего. Значит, все, мы выучили девятый барьер от радости, что забирает радость. То есть, если мы сейчас расчистим уже девять этих барьеров, уже радости станет больше. Но мы еще даже половина книги не прошли, у нас еще до конца месяца, сегодня седьмого адара, 23 дня, значит, дальше мы дойдем до момента, когда он уже нам начнет рассказывать, а что надо делать. То есть, вначале отодвинься от зла, потом делай добро. Это технология царя Давида из псалмов сур мира, отодвинься от зла и делай добро. Теперь в этой книге, в этой книге как раз «Улыбайся, улыбайся» еще один такой коротенький урок. Здесь как раз он нам говорит, что делать. Здесь он обращает внимание на следующую вещь. Он пишет, как можно в жизни хоть немножко, видите, такой подход, он не задает вопрос, как избавиться, как избавить мир от вражды и недружелюбия. Он задает вопрос очень, вот именно так, как мы учили сейчас, можно хоть немножко избавить мир от вражды и дружелюбия и недружелюбия. То есть, не надо быть перфекционистом, не надо быть экстремистом, не надо быть категоричным, нужно быть мягким, нормальным, золотая середина. Так как хоть немножко? Люди так часто грубят, у них просто не хватает на нас терпения, что же мы можем с этим сделать? Такой вопрос он задает. И отвечают на этот вопрос так. Обычно, видите, вот это очень правильный способ разговора. Когда, видите, я все-таки больше категоричный, очень правильный, обратите внимание на этот способ разговора. Когда я говорю обратите внимание, то это значит, что, я не говорю, что это правильный, потому что это такое категоричное утверждение, это тоже острый угол. Может правильно, может неправильно. Обратите внимание, как он говорит. Он говорит, обычно, обычно, то есть он оставляет место для других вариантов. Обычно, любая проблема, с которой нам приходится сталкиваться, лежит в нас самих. Обычно. То есть не надо спорить. Может и нет, но обычно лежит проблема в нас самих. И поэтому решить эту проблему мы должны прежде всего с самим собой. Значит, если человек живет, и вокруг него есть конфликты, недружелюбие, споры какие-то, значит, обычно корень проблемы в нем. В чем? В этом случае вполне возможно, что проблема в том, что мы хотим, чтобы другие люди нам служили. Мы бы хотели слышать от них комплименты, чтобы они хотели стать нашими друзьями и высоко ценили нас. Мы бы хотели, чтобы мы были им интересны. Короче говоря, мы ждем от них преклонения и проставления до небес. Но другие люди совершенно не хотят нам служить. Все наоборот. Они хотят, чтобы мы служили им. Они хотят, чтобы мы их уважали и ценили. Значит, все люди примерно одинаковые. И у нас у всех есть вот эти потребности в оценке, да, это есть пирамида потребностей Маслоу. То есть люди хотят быть в связи с другими людьми. Это потребность. И эта потребность, когда у человека хорошее отношение с другими людьми, она самый главный фактор, влияющий на ощущение счастья, это хорошее отношение с близкими людьми. Проверили. 50-летняя была Гарвардское исследование жизни. Оказалось, что хорошее отношение с людьми это фактор, который больше всего и лучше всего влияет и на долголетие, и на здоровье, и на счастье. Значит, есть потребность в общении с другими людьми, и есть потребность, как только общение начинается, чтобы я в этом общении, меня уважали. То есть мы внутренне все эгоисты. Я хочу, чтобы меня уважали, меня любили, мне давали и так далее. Теперь, ну, когда мы общаемся, каждый этого хочет. Теперь он говорит, проблема начинается в тот момент, когда я чувствую себя недооцененным, недослушанным. Мне да, то есть недоо, мне не хватает в общении с другим человеком. Теперь, но другие люди точно так же себя слушают. Как выйти из этого замкнутого круга, спрашивает он. Ответ очень простой. Дайте им то, чего они от вас хотят. Давайте будем их уважать, хвалить, осыпать комплиментами. Потому что, когда мы даем им то, что им нужно, они возвращают нам то же самое. И мы получаем от них то, что нам так необходимо. Такой он нам дает совет. Причем, примерно, похоже, совет дает Стивен Кове. Он говорит, что в начале коммуникации главное правило вначале понять, а потом быть понятым. И строить отношения на позиции вин-вин. Он говорит даже по-другому. Он говорит, давай вперед. Что ты даешь людям? Комплименты. Комплименты, уважение. Как раз моя система новая. Десять шагов к счастью. Там я построил ее на четырех. Есть четыре гормона счастья. И четыре основы я выбрал для того, чтобы десять шагов к счастью. Первая основа – это взаимоотношения внутренние с собой. А вторая основа – это взаимоотношения с другими людьми. Третья основа – это самореализация. Реализация своего призвания, своего таланта. Занятие тем, что действительно к чему лежит твое сердце. И четвертая основа – это физиология, эндорфины. То есть состояние твоего здоровья, тела и энергии. Четыре основы для счастья. И это разбито на десять шагов. И вот коммуникация, вот этот шаг взаимоотношения с окружающими. Первый у меня принцип как раз – он комплименты. То есть когда ты входишь в коммуникацию и ты даешь человеку вот это вот признание, оценку, признание его ценности, его важности, то это лучшая основа для коммуникации. И еще в этой же основе у меня есть доброта, намерение дать человеку, а не взять от него. Это вторая как бы составляющая вот этой вот коммуникации. Третья – это осознанность. Код. Вместе коммуникация строится на… Это как код. Как сделать счастье – это код. И значит, все. Давайте на этом подведем итог. Мы сегодня изучили, что… Мы сегодня изучили первое, что барьером для того, чтобы быть счастливым, является перфекционизм. И в отношениях тоже. Потому что если я жду, что другое будет взаимодействовать со мной точно по моим правилам – это перфекционизм. То есть, если я жду, что его система выражения должна точно совпадать с моей – это перфекционизм, разочарование. Если я говорю, знаете как, у меня есть один клиент, который по коучингу, и он у него там какие-то сложные отношения с семьей, и он нам говорит, вот ко мне относится так, так, так и так. Я ему говорю, слушай, так прекрасно же, что не убила, да, твой партнер. Говорю, уже хорошо, могла бы убить, но не убила же, то есть, сколько бывает, что там жены убивают мужей. Я когда-то в женской тюрьме преподавал, так у меня полгруппы сидела моих учениц за убийство мужей. Я говорю, прекрасно, уже же говорю, хорошо, уже радуйся, что ты все какие-то эти самые, как сказать, задираешь планку. Ну, не убила, похвали ее, все, она из-за этого будет лучше к тебе относиться. Понятно, да, перфекционист. И второе, то, что мы изучили в коммуникации, попробуйте давать больше, быть первым, давать, вкладывать и все. Возможно, если вы ждете сразу быструю отдачу, возможно, ее не будет. Вы же не знаете, какой у вас долг, по мнению окружающих, накопился. Люди в отношениях бывают годами, не благодарят, не ценят, не хвалят. И тут вы один раз похвалили, вторая сторона там не растаяла сразу. Подождите. То есть, отношения это как ткань, которую каждая негативная критика, замечание и так далее, оно рвет эту ткань. А каждый комплимент, каждая благодарность, оно эту ткань как бы зашивает, делает, как штопает. Помните, как раньше мы жили в такое время, я помню, я еще умел штопать, шить, потому что в то время, когда я рос, была очень большая бедность. То есть, я брал вещи старшего брата, их перешивал, сам научился шить, перешивал для себя. Представляете, я умею штопать. У меня бабушка была, шила шапки, я научился и мех сшивать, и штопать. И вот, когда отношения это как ткань, каждая позитивная интеракция, она усиливает, а каждая негативная, она рвет. И возможно, что те отношения, которые для вас ценные, они уже как бы, знаете, как протерлись. Ткань уже еле держится на ниточках. И каждый комплимент, каждое спасибо, оно усиливает эту ткань. Все, всем удачи, успехов, чтобы был шалом внутри, шалом с окружением, шалом в мире тогда наступит. И для партнеров и спонсоров «Вайкра» будет в 11.00, будет отдельный урок, который потом мы выложим в онлайн школу «Жизнь по Торе», что все смогут его посмотреть. Но, значит, пожалуйста, welcome, кто хочет вместе продвигать божественное знание, божественный свет, партнеры, спонсоры, можете стать партнерами или спонсорами и присоединяться к этим урокам. Все, удачи, успехов, с Божьей помощью завтра встречаемся в 10 утра и продолжаем изучать, как увеличивать радость. Хорошего дня, хорошей недели.